С помощью энергии счастья. Есть такое понятие энергии счастья или счастье. Каждый человек хочет счастья. Мы постоянно ждем счастья. Так мы хотим счастья в жизни. Потому что в нем нуждается каждый орган. Без счастья организм не может жить. Человек даже заснуть не может без счастья. Он не может даже отдыхать. Если не хватает счастья, он ворочается, думает, что же такое. Хочешь решить проблему, когда она решается, то он не засыпает, ему хорошо становится. Чуть-чуть счастья надо, чтобы заснуть. Откуда берется счастье? Ум это потребитель счастья, он хочет счастья. У ума есть пять чувств. Есть чувство слуха. Самое глубокое чувство. Потом следующее по глубине, это тактильное чувство. Сильно влияет на человека тоже тактильное. Сильнее всего слух влияет на человека. Тактильное чувство тоже сильно влияет. Эти два чувства, слуха и тактильное чувство, выше ума стоит. Они связаны с разумом. Следующее чувство, это чувство зрения. Оно связано чисто с умом. И глаза, это зеркало ума. Не зеркало души, а зеркало ума. Настроение человека находится в глазах, судьба человека находится в глазах, тяжелая судьба находится в глазах, человеконапряженный взгляд, легкая судьба находится также в глазах, трудности находятся в глазах. Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу пение птиц в твоих словах. Я буду петь иногда на левце. Нормально? Есть чувство вкуса, прана или психическая энергия чувствуется вкусом, на вкус. Например, яблоко гнилое, в нем мало праны. Завядшее яблоко, мало праны. Человек повялый. Допустим, маленький ребенок, у него много праны, хочет, чтобы помять, такой хороший. У него много энергии, молодой. Но бабушку помять не хочется уже. Уже немножко сморчилась, в ней не так много праны. У нее есть мудрость, она передает свою силу через мудрость, любовь, более высокого порядка. Но помять ее уже не хочется. А эта ребенка очень сильно хочет, даже поцеловать попу. Хочется. Ну что он такой хороший? Много энергии. Много сильной энергии, дающей здоровье. Итак, ум нуждается в счастье. Энергия счастья нужна уму. Он ее постоянно через все чувства. Последнее чувство – это чувство обоняния. Чувство обоняния связано с грубой материей. Например, если от человека плохо пахнет, у него есть какое-то тяжелое заболевание. Вот жена чувствует, от мужа запах плохой пошел. Раньше был нормальный запах, пошел плохой. Значит, надо обследовать. У него есть какое-то тяжелое заболевание. Или вы заходите в комнату, решили покупать квартиру, чувствуете, пахнет нехорошо в квартире. Она новая. Но вы нюхрите какой-то запах, не тот. Значит, туда не надо покупать ее, вам там будет плохо жить. Запах указывает на взаимодействие с грубым телом нашим. Или пища плохо пахнет. Есть не надо. Вы почувствуете от нее плохой эффект. Даже, может быть, она свежая. Но вы обязательно почувствуете плохой эффект, если плохо пахнет. Не вкус плохой у пищи, а плохо пахнет. Например, яд всегда пахнет очень отталкивающе. А на вкус может быть сладкий. Синильная кислота на вкус сладкий. Но запах отталкивающий, смертный пахнет. Итак, вкус, запах связан с телом, с грубым. Вкус связан с психической, с франой, с психической редкой. Когда человек вкусную пищу есть, ест, то наполняется силой. Вкусную пищу есть, наполняется силой. А если у него не та сила в организме, то ему надо есть и вкусную пищу, чтобы сила поменялась. И это только врач знает, какую пищу надо есть, чтобы поменялась франа. Правда. Но постепенно человеку эта пища уже становится вкусной. Новая, которую ему дают. Которая ему помогает. А если пища не помогает, она никогда вкусной не станет. Хоть врач сказал, хоть не врач сказал. Понимаете? Есть глаза. Они указывают на отношения с умом. Поэтому любовь где возникает? В голове возникает? В сердце, тебе не хочется такое мне. В сердце, как хорошо на свете живи. В сердце, как хорошо, что ты такое мне. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Правильно. В сердце, любовь возникает в сердце. Передается через нос, рот, уши. Через что? Через глаза. Любовь живет в уме. В уме. Ум виден через глаза. Любовь возникает в уме всегда между двумя людьми. Это ум любит. Потому что любовь означает сильная порция счастья приходит от человека. У меня сегодня день такой счастливый, что не дать нельзя. Есть такая песня. Я не верю, что бывает у любви короткий день. Даже время отступает, если счастье в человеке. Вот видите, любовь и счастье вместе идут. Когда человек получил любовь, он чувствует любовь, он становится счастливым. Любовь означает гармония. Через эту гармонию передается счастье. Поэтому человек очень сильно стремится к любви. Мы не можем жить без любви. Итак, выше ума и пяти чувств, которые ищут счастье, не ищут счастье. Везде пять чувств. Трогать. Везде ищут счастье. Пять от счастья. Стоит разум. Разум – это тонкое строение имеет тоже свое. Он имеет три психических центра. Один в области РБА, в другой в области сердца. Третий в области ПАХа. Здесь человек получает знания. Через центр разума вот этот получает знания. Здесь получает любовь. В области ПАХа он получает защиту или самосохранение. Три центра разума по разному работают. Разум дает счастье уму. Он ищет счастье. Разум как антенна. Он ищет счастье разума. Реклама может привлечь разум. Если она привлекает ум, красивая реклама. Красиво, ладно, до свидания. Но если человек понял, что ему нужна эта машина, это уже действие разума. Означает цель. Он начинает работать на эту машину. Зарабатывать деньги для нее. Разум привлечен. И он верит, что счастье придет через эту машину в его жизни. Когда он засыпает, он думает о машине. И он потом очень много трудится для того, чтобы... И каждый раз, когда деньги увеличиваются на машину, он думает, здорово. Видите, мысли о машине дают счастье. Но есть разные источники счастья. Например, если появился ребенок, то машина – до свидания. Потому что мысли о ребенке больше счастья дают, чем мысли о машине. Однокомнатная квартира дает меньше счастья, чем двухкомнатная. И так далее. То есть, есть разные цели в жизни. Есть цели, которые дают больше счастья. Есть цели, которые дают меньше счастья. Если человеку хочется играть в домино каждый день – это его цель в жизни. Домино, домино, домино. Ну, сколько там счастья от этого домино? Не так много, правильно? Есть более важные дела. И жена говорит, ну что ты с этим домино? Давай какие-то цели больше ставит лучше в жизни, которые больше счастья себе принесут. Чего ты целый день вот это домино играешь? Так? Разум куда-то нацеливается, и он живет этим. Часто сейчас дети играют в компьютерные игры, и они там цель какую-то ставят в компьютере и сидят. И мать говорит, слушай, ну... Сколько можно уже? Давай, может покушаешь? Нет, не хочу кушать, хочу победить. Это деятельность разума. Если цель выбрана неправильно, человек приходит куда? С страданием в жизни. Если цель выбрана правильным, он приходит счастью. Но как определить, какую цель выбрать? Для этого существует в разуме другая функция, которая называется познание. Разум имеет знание. Вот здесь у него находится в голове знание. Каждый человек хочет понять, как жить правильно. Это означает, что он как оттенку нацеливает свой разум. Я вас не утомил? Нормально? Человек как оттенку нацеливает свой разум. И если он нацелил правильно, он получает счастье. Как только он откуда-то получает счастье, в этом у него появляется вера. Человек верит во то, откуда идет счастье. Итак, вера – это ощущение энергии счастья. Разум, как антенна, ищет счастье. Он находит его в виде знания о счастье. Разум впитывает знание в себе. Например, девушка, которая хочет замуж, она пытается понять мужчин. Она впитывает знание мужчины, потому что ей это важно, чтобы не прогадать. То есть для нее знание мужчины дает ей возможность понять, как выходить замуж правильно. Ей нужно это знание или нет? Если она не понимает, кто такие мужчины, как она выйдет замуж правильно? Любовь зла – полюбишь козла, да? Поэтому знание нужно для того, чтобы жить счастливо. Для того, чтобы выбрать правильную цель в жизни, нужно знание. Разум стоит выше ума. Он контролирует дух, контролирует чувства. С помощью знаний человек может ограничить себя от ненужного. Есть поверхностное знание, где-то что-то прочитал, оно в разум не заходит. Но когда человек чувствует жизненно важное что-то в своей жизни, тогда он уже способен отказаться от чего-то. Например, если человек понимает вред курения, жизненно важно чувствует, что ему очень важно бросить курить, он чувствует это важно для него, понимает это знание, тогда ему не сложно бросить. Потому что ум, привычка находится в уме, а он подчиняется разуму, если в разуме есть знание и вера, что этого не надо. Некоторые люди пытаются бросить курить просто силой боли, это не работает, чувство хочет, и с ним ничего не сделаешь. Но если человек понял что-то, осознал, привычка ослабевает, потому что так меняется направление энергии счастья. Человек так может осознать, вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, можно жить так или нет? Если ничего нельзя, тогда где счастье брать? Без счастья человек не может жить. Таким образом, система работает по-другому. Нужно найти источник счастья сначала, а потом источник страдания, то есть неправильного счастья отвалится сам. Метод ясен? Именно по этому принципу я даю свои лекции. Они основаны на деятельности разума. То есть я просто вам даю более сладкий вкус отношений. Сладкий вкус считается самым счастливым. И горький вкус отношений семейных уже не интересен. Уже не хочется так жить, как жили раньше. Почему? Потому что почувствовался другой вкус, более возвышенный. Играет музыка. Вау. Вау. Продолжение следует...